Добрый день, дорогие друзья! Вот сделал небольшую закупку для одного из своих подписчиков. Любитель военных реликвий, в том числе и военной истории, в том числе и Второй мировой войны. В том числе и, как говорится, со стороны оппонентов. Сразу скажу, я, собственно, об этом уже говорил в своих видео, что Вторая мировая война не мой конек. Как бы я не собираю, не коллекционирую. Так от случая, может быть, если что-то сильно дешево попадется, с целью дальнейшей перепродажи. Я увлекаюсь Первой мировой войной, той, другой стороной и всеми рядом плавающими, кто были. Но в то же время я с уважением отношусь к коллегам, которые увлекаются этой темой. Сразу скажу, что относиться здесь надо, как ни больше, ни меньше, как к военным трофеям. Как говорится, врага надо знать и немного уважать. Но как его можно узнать, нельзя лучше. Это листая источники какие-либо, либо фото-видео материалы, журналы, какая-то другая печатная продукция. Поэтому здесь в ответ оппонентам, которые, я больше чем уверен, будут писать, я отвечу как бывший советский офицер, который в июле 1991 года закончил я училище МВД. А в августе уже Советский Союз распался, то есть один месяц я побыл советским офицером. Поэтому с моей стороны здесь нет никакой агитации, в том числе нацизма, там еще чего-то. Я даже вон заклеил эти свастики, чтобы никого не дразнить. И давайте рассмотрим это ни больше ни меньше со стороны военной истории. Ну вот, сразу наверху здесь стоят, я так выставил, как говорится, дембельские альбомы. Кто в армии служил советской, тот знает, как мы все делали их. Ну вот, бронетанковые войска. Вот, Майн-11 сайт, это моя служба. Вот, моторизованные части на ДКВ или на БМВ едут вон. Классика жанра, да, ждут, когда их партизаны подстерегут. Ну вот, ну это военная марина, это военный моряк. Вот, пикирующий бомбардировщик, юнкерс или что это. Вот, ну и вот, простая классика жанра. Вот, все они такие вот дюралевые, с алюминия сделаны, интересно так. Вот, ну и каждый, конечно, содержит свою историю, свой конец. Вот, здесь опять, вот, мы видим эти альбомы. Ну, а здесь в большом количестве фотографии. Вот такой вот унтер-офицерик, видите, с лейкой в руках и документировал. Ну, конечно, надо признать, что возможностей у них на этот счет было больше, чем у наших. Поэтому фото материалов времен Второй мировой войны у немцев, конечно же, гораздо больше. Ну вот, оккупированный Париж. Мы видим Эфелева башня. Ну, там вот солдатики сидят. Альбом посвящен Западному фронту. Ну, вот видим где-то дамочки. Смотрите, какие плакаты уже в то время были во Франции. Ну, вот этот альбом посвящен Западному фронту. Ну а здесь вот смотрим, они стреляют, с пистолета стреляют, но мне интересен, этот пистолет какой-то старинный, просто в порядке пробы так где-то пробирует. Вот целая подшивка, видим журналов, вот смотрите фотография в Греции, Акрополь, карету когда они взяли, в этих вот фотографиях, которые в большом количестве здесь есть, здесь вот есть фотографии тоже войны в Греции. То есть, соответственно, мой друг, подписчик, будет иметь возможность вот так вот сделать такие тематические альбомы, выставки или еще что-то, где и журнал будет, и фотографии будут. Вот целая подшивка, сигнал, журнал, вот эсэсовец какой-то здесь, вот такая домашняя бытовая фотография, вот в дембельском альбоме кто-то ему нарисовал. Владельца этого альбома. Очень много работы предстоит ему по сортировке, тут сотни и сотни фотографий. Вот какой-то офицерик с этим пехотным, как его, кортиком. Вот очень интересная, редкая фотография на коне, в форме еще СА, старая, это начало 30-х годов, да, вот 33-й год, потом их подчистили, этих ребят, а те, кто остались переодели, но вот в такой вот форме фотографии встретить очень редко. Вот и так вот, еще журнал «Адлер», «Орел» переводится, «Унфер Койфлих», то есть он не продавался, а выдавался, да. Ну вот, смотрите, статья, что странности все в Тибете. Мы знаем, что Гитлер сильно увлекался Тибетом, были у него целые экспедиции туда, вот, и даже вот в журнале про эту статью. Вообще, конечно, журналы интересные. Смотрите, здесь мы видим, в 42-м году у них вышел Мессершмитт, МИ-109. Вот, вкратце, здесь он его срез, как и где находится пилот. Вот, ну и здесь, в следующем журнале уже сразу, как бы, агитационная такая статья «Одиссея про одного летчика», как он против 20 советских самолетов вышел, многих позбивал, ну, конечно, и сам он приземлился на крышу какой-то избушки. Вот, здесь вот вынужденная посадка в поле, и написано, что вот какой-то колхозник, как увидел приземлявшийся этот самолет, гонит своих лошадей. Фрау женщины там кричат истерически, а вдалеке уже появились советские солдаты, чтобы летчика этого захватить. Вот такая вот «Одиссея». В развороте тоже очень интересная такая вот схема, то есть написано, что, как устроен воздушный бой, и кто его обслуживает. То есть это не один этот самолет, безусловно. Вот, офицерик дает старт на взлет. Этот «Платзихерунг» охраняет, значит, этот аэродром. Вот здесь топографы, здесь изучают бой воздушный, который передают по рации летчики. Вот это связисты, которые обеспечивают связь. Вот сама эта «Флюкхафен», как этот аэродром военный, который тоже выполняет свою функцию каждый. Если это где-то на море или все, то вот эти корабли, которые с воды обеспечивают какое-то прикрытие этого воздушного боя. Вот вкратце так вот схема такая. То есть, как бы, журналы очень-очень интересные, если их так полистать, много информации можно почерпать. Вот, но отчасти я ему не завидую сотни этих перебрать фотографии, привести в порядок. Но оно того стоит, особенно для человека увлеченного, который историей увлекается военной. Вот фотографии с Африки. Мы знаем, что генерал, в последующем фельдмаршал Ромель, воевал там с Англией. Ну, соответственно, оттуда вот такие вот фотографии. С Африканского фронта. Ну, а это уже наш оккупированный город Орел. Болхов, Штрасса. Вон они едут. Это уже не Африка. Здесь уже все всерьез. Закончилось это все так, как и должно было закончиться. Вон бомбят. Горит техника. Вот, подписано. Дидрай Кумирадн. Драй. Трое друзей. Вон, что осталось от их друга. Вот. Ну, и вот. Этим всем, как говорится, эта компания и закончилась. Вон, значит, был этот аукцион большой военный. Там я для него закупал, напрямую участвовал, то есть не задавал заранее, а следил в режиме онлайн и работал, как говорится, вживую, по-горячему. Поэтому удалось очень хорошо закупиться по хорошей приемлемой цене. Вот. Ну, и сейчас задача ему это переправить. Пусть наслаждается, занимается, перебирает, сортирует, формирует коллекцию.